здравствуйте друзья с вами новости хвост news меня зовут алена а я тимоша сегодня мы познакомим вас с самыми интересными событиями из мира домашних питомцев сегодня в выпуске приглашаем посетить одну из крупнейших в нашей стране выставку собак евразия 2022 вам здесь понравится даже если вы еще только задумываетесь о приобретении четвероногого друга тем более вход бесплатный авторская рубрика кинолога григория манёва интересные истории и наблюдения обсуждаем проблемы находим способы решения на борту самолета погибла собака несчастный случай или халатность кто виноват и что делать 21 22 мая российская кинологическая федерация проводит крупнейшее мероприятие этой весны выставку евразия 2022 этот праздник собаководства пройдет в загородном многофункциональном комплексе максима парк максима парк находится в московской области по дмитровскому шоссе выставки примут участие около 6000 российских и зарубежных собак более 250 пород оценивать красоту и таланты питомцев будут зарубежные и российские судьи на евразии 2022 вы сможете полюбоваться породистыми собаками посмотреть показательные по спортивным дисциплинам и многое другое на стенде образовательного центра ркф объяснят как получить образование в области кинологии также на выставке будет работать ветеринарный кабинет здесь здоровье вашего питомца можно будет проверить у невролога ортопеда терапевта и хирурга совершенно бесплатно здравствуйте друзья с вами григорий манев и это моя авторская рубрика есть такой роман уильяма теккера и который называется ярмарка тщеславия дело происходит в 19 веке во времена викторианской англии в общем такой хороший женский роман который наверное приятно почитать девушкам женщинам я вот о чем вот зачастую выставки мне напоминают такую ярмарку тщеславия и один раз я был свидетелем такой истории вернее даже сам в ней участвовал я переехал в новый микрорайон вот абсолютно новый где никто никого не знает я первым утром выхожу со своей собакой гулять а у меня был дворнягин но он такой был очень красивый рыжего окраса такой коренастый крепкий абсолютно миролюбивый спокойный у него правое ухо висело а левое стояло такой был очень интересный парнишка и вот мы идем гуляем и вдруг навстречу нам идет дама с пекинесом и наверное метров там за 20 25 начинает кричать истошно уберите свою собаку уберите свою собаку ладно хорошо он у меня и так в общем рядом его контролирую я взял его на поводочек он тихо мирно проходит рядом с этой дамой и мы уже прошли и вдруг я в спину слышу на разводили дворняк это было самое начало двухтысячных годов я оборачиваюсь это шо дворня это дворня по-твоему 20 штук баксов это дворня да ты знаешь кто это ирландская овчарка он такой рыжий такой похож на ирландского септора в общем по окрасу ими либо ирландского 3 я говорю это ирландская овчарка в россии для таких собаки где понимаешь 20 штук баксов вывоз из страны был запрещен только потому что у него правое ухо визита левая стоит а нужно по породе наоборот поняла это ирландская овчарка 20 штук баксов мне очень порадовала реакция эта женщина она спускает свой пикинесса с рук и говорит ну пойди познакомься вот это и я называю ярмарка тщеславия ну а возвращаясь к первой теме нашего выпуска почему нужно приходить на такие большие выставки собак да потому что там вы можете увидеть самые необычные породы которые есть в нашей стране познакомиться с их владельцами и вообще больше узнать о этих собак у меня к вам большая просьба в комментариях напишите с какими самыми необычными породами вы сталкивались и с какими бы породами вы бы хотели познакомиться на хвостниус мы постараемся осуществить ваше пожелание с вами был григорий манев увидимся на следующей неделе пока несколько дней назад во время полета из челябинска в москву на рейсе аэрофлота погибла собака порода американской булли какой кошмар и горе сначала посчитали что собака погибла от переохлаждения однако авиаперевозчик опроверка эту информацию заявив что требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены вылетать опасно и как донос правах уравняют да ситуация сложная но мы продолжим следить за ней вот такие у нас хвостатые новости смотрите нас на хвост news и подписывайтесь на наш канал с вами была алена и тимоша увидимся на следующей неделе